Дорогие друзья, всем привет! Я решила завести новую рубрику и снимать периодически короткие видео о разных сортах винограда. Сделаю отдельный плойлист, так и назовем сорта винограда. И сегодня в центре нашего внимания сорт винограда мускат. Почему именно его я выбрала для первого своего видео о сортах? Ну просто потому, что эта бутылочка у меня уже какое-то время лежала. Знаете, я одна не открываю бутылку, но сегодня прямо очень хотелось. И я подумала, что съемка видео по этому поводу будет достойным аргументом в пользу того, чтобы я все-таки ее открыла. Кстати, дорогие потенциальные рекламодатели, на этом месте могла бы быть ваша отличная бутылка вина, о которой было бы интересно рассказать. Но сегодня она моя. Итак, мускаты. Это не один сорт винограда, а это целое семейство сортов. Дело в том, что мускат очень легко мутирует, поэтому есть большое количество клоунов, которые распространились по всему миру. Среди них мускат белый, мускат желтый, мускат атонель, мускат гамбург и так далее. Но единственное, что их все объединяет, это то, что у мускатов есть такой сильный, яркий, интенсивный, очень выраженный, узнаваемый, уникальный, самообытный аромат. Просто потрясающий. Среди нот вы найдете цветочные ноты. Это роза, розовое масло, липа, акация, гвоздика, это цитрусовые ноты, сладкая мандаринка, апельсин, апельсиновая цедра, лимон, груша, спелая, дюшес, лимонад. Сам аромат виноградной ягодки, дыня, медовые оттенки. В общем, вы поняли направление ароматики. Есть у мускатов огромное количество поклонников, которые как раз ценят этот умопомрачительный аромат. Но есть и те, которые говорят, фу, как вы это пьете, это просто невозможно, настолько кричащий, настолько настойчивый аромат их отталкивает. Но, как бы то ни было, вероятно, именно благодаря этой интенсивной, яркой, привлекающей внимания ароматике, мускат является древнейшим сортом, который стали культивировать люди, потому что он своим ароматом привлек внимание людей. Ну и, знаете, не только людей, но и насекомых. Не случайно по одной из версий происхождения названия мускат связано со словом муха. Моска по-итальянски означает мушка. Мускаты мы относим к международным сортам винограда, потому что он распространился по всему миру. Мы встречаем мускат во всех винопроизводящих странах. Но большая часть виноградников у нас находится во Франции, в Италии и в Испании. Средиземноморский климат идеально подходит мускату, потому что он любит тепло, он любит солнышко, солнечные лучи и не переносит влагу. В больших количествах избытки влаги. И в этом я его, конечно, очень понимаю. Порой я бы применяла наш мокрый, дождливый петербургский теруар на мускатную обитель. Вот сегодня я хотела снять видео на природе, чтобы была красивая картинка. Я сижу практически под дождем, камеру накрыла зонтом, и если бы оказалась на каком-то средиземноморском побережье, конечно, была бы очень-очень рада. Итак, что же нам с вами попробовать из разных стилей? Мускаты бывают сухие, бывают десертные и, в общем-то, все, что есть в промежутке между этими двумя экстремумами. Бывают игристые, тихие, крепленные и даже оранжевые. В общем, все, что можно представить, мы имеем на рынке. Если мы говорим об игристых мускатах, то сразу представляем какие-то сладкие, веселящие, такие наивные пузырьки. И здесь лидером абсолютным будут, конечно же, бимонские асти с пумантой, игристые вино, или шипучие, слегка лишь игристые мускаты дасти. Прекрасно подойдет в качестве аперитива, но также отлично сочетается с фруктовыми салатами, просто со свежими фруктами или с легкими десертами, вероятно, не очень сладкими. Если мы говорим о сухих мускатах, то я рекомендую вам присмотреться к кальзасским образцам. В север Италии, также Трентину, Альтуадидже, в Южном Тироле мускат называют феферер, что означает перечный. И в некоторых странах мы встречаем разные названия мускатов. Например, в Австрии называется мускателлер, в Испании мускатель и так далее. Но будьте бдительны, внимание, сухие мускаты нужно выпивать сразу, как вы их приобрели, желательно через год-два, не больше после их выхода на рынок. Дело в том, что в сухих мускатах ценится их свежая, приятная, яркая, такая сладковатая ароматика, которая появляется за счет того, что в кожице винограда есть большое количество ароматических молекул, терпенов, которые обладают высокой летучестью. Но у них есть и минусы, они очень нестойкие и нестабильные, особенно со спиртами, поэтому через непродолжительный период времени. Ароматика меняется, и вино у нас может стать плоским, неинтересным, немножко начать горчить. Поэтому, внимание, мускаты мы пьем очень молодые. Но если же мы говорим о полусухих, полусладких и десертных винах, то остаточный сахар у нас является природным консервантом, и поэтому уже немножечко подольше мы можем такие вины выдерживать. Полусухие и полусладкие образцы прекраснейшим образом у нас сочетаются с теми блюдами, к которым, как правило, вино подобрать достаточно тяжело. Это будут яркие блюда, например, мексиканская кухня, или блюда с кисло-сладкими соусами, курицы терияки, к примеру, димсамы. Поэтому, если вы поклонники азиатской кухни, тогда мускат вам, скорее всего, подойдет. Он очень хорошо сочетается с большим разнообразием блюд. Индийские сюда же карри, например. И мы переходим к десертным сладким видам. Они прекрасно пьются сами по себе, потому что они у нас будут такие полнотелые, мощные, сладкие, обволакивающие. Им не требуется компаньон. Но если уж очень хочется их с чем-то сочетать, то тогда разнообразные десерты, ягодные пироги, чизкейк с ягодным соусом, такие пикантные сыры замечательным образом будут сочетаться у нас с десертными мускатами. Делают их из ягод позднего сбора, также их подвяливают дополнительно. В Италии такой метод называется посито. И в Италии такой самый интересный знаменитый образец – это мускатто посито де Пантеллерия с одноименного итальянского острова. Итак, пробуем. Что у нас? У нас вино австралийское. Называется Пиц Пью, производитель Дагстон Ваньярдс. Мускат. Ой, какая-то мошка сразу прилетела нам сюда. Не зря мускат называется. Итак, у нас светло-соломенный цвет. Ароматика очень приятная, достаточно интенсивная, четкая, понятная. Это жимолость, жасмин из цветочных нот, тропические фрукты, личи здесь явно присутствуют. И немножко цитрусовых, но из цитрусовых здесь лайм, потому что такой немножко дает свежий, горьковатый оттенок, но при этом очень приятный. Ну что, смотрим на вкус. Сладкое, серьезно, сладкое вино. Очень легко пьющаяся, обволакивающая сладость, обволакивает рот, чистый мед во вкусе, медовое, с каким-то цветочным цитрусом послевкусием. Очень приятное. Я бы его рекомендовала для легких летних пикников, для обедов он подойдет, потому что 5,5% содержания алкоголя это очень низко, поэтому тем людям, кто работает, вышел на обед. Будет весьма и весьма. Кстати, вот, наверное, все. Гранд мерси, друзья мои. Всем пока. Чао-чао.